всем привет хочу сегодня показать свое подрастающее поколение и обратить ваше внимание на скорость роста разных пород все породы здесь одного вывода 4 породы михеринского кукушка фавероль 1 брестгальские и вот серые михеринского кукушка и серые скажите я вам скажу барковская барвистая хочу сказать что михеринская кукушка отстает от всех в росте такие гиганты брестгальские не могу точно сказать сколько им времени единственное что говорю о том что они все одного вывода видите вот следующая брестгальская насколько она идет опережающим опережающей скоростью по росту той же михеринской кукушки потом чуть позже михеринская кукушка станет огромные в разы брестгальской а вот стартуют они так рыженькая фавероль тоже не очень хорошо стартует видите она одного размера по калибру михеринской кукушкой петушок вот черненький тоже это фаверольт михеринская кукушка вся одного окраса петушки чуть посветлее курочки потемнее по окрасу видите подставка воду уже убрала те подставки деревянные которые мы делаем подложила стопку плитки ну или кирпичей эту этот монумент они не сбивают а так они с разгона несутся и сбивает все что угодно так вот сегодня опять у меня естественно творожный день с утра вот так размешиваю с комбикормом с пшеницей и они с удовольствием это все кушают прям с таким удовольствием ждут целыми днями каждое утро видите ждут каждое утро чтобы и пищат до тех пор пока я их не накормлю приучила видите какая крупная брестгальская это конечно петушок вот курочка жарковская барвистая это больше тоже петушок правда это больше чем михеринская кукушка с фавиролькой но чем старше они становятся по возрасту тем михеринская кукушка медленно но верно становится крупнее а на самом старте вот такие они малявы михеринские кукушки я имею ввиду сейчас добавлю выберут весь творог потом все будет остальное есть что творится везде успели повыклевать творог и ходить в поисках следующего и вам надо сейчас всем добавлю так любят так любят и не кушать на заднем плане вот девочка серенькая это он самый серебристый лигорн или барковская барвистая она это стартует быстрее чем михеринская кукушка это все происходит потому что им уже в 4 месяца пора нестись у них старт гораздо быстрее они гораздо быстрее взрослеют а михеринская кукушка должна вырасти 6 7 8 месяцев чтобы начать яйцекладку вот такая вот такая михеринская кукушка ну потом естественно мясной набор у нее нарастает на всех костях которые она вырастила у михеринской кукушка первоначально растет костяк костяк вырос она худенькая щупленькая а потом она только к 6 8 месяцам наращивает мясо все постепенно все медленно все постепенно а те курочки которые вот такая как брезгальская и барковская барвистая вот сейчас она крупным планом одна единственная в кадре это барковская барвистая они начинают ездить с 4 месяцев и конечно им нужно расти им нужно набирать сразу все и костяк и мясо для того чтобы начать яйцекладку ну и фавероль подобно михеринской кукушке она конечно потом будет гораздо мельче во взрослом возрасте но естественно тоже начинает также 6 7 месяцев петушков барковских буквально уже на днях буду отсаживать потому что они очень ранние они очень быстро начнут приставать к девчонкам а для того чтобы у девчонок был крепкий яйцевод я и не выпадал в дальнейшем я для этого всех петушков подсаживаю к своим подросткам курочкам уже после того когда они разнесутся мне не нужны инкубационные яйца инкубационное яйцо правильно сказать в столь раннем возрасте от молодок и только к тому возрасту когда мне понадобится инкубационное яйцо от молодок тогда я подсаживаю петушка за месяц до того а так мои куры крепнут они не знают что такое петух и это им совершенно не нужно для того чтобы курочка окрепла для того чтобы она стала взрослой курочкой для того чтобы она начала яйцо нести ей петух совершенно не нужен не нужен вот все уже наелись пока мы с вами разговаривали и уже легли отдыхать все уже все забыла них полны корма куча они его сидят в течение дня потому что я хорошо как бы корм немножко нехорошо а немножко пропитывают творожком даю ему настояться творожок влажный не сухой и корм все равно пропитывается слегка сывороткой и они в течение дня его очень очень хорошо склевывают очень пока не любят пшеницу подбрасывают ее как могут и как хотят ну вот это одно из моих маленьких средних вернее выводов еще есть более маленькие более крупные более крупных покажу уже в другой раз видео уже слишком длинное и я думаю что этого будет на сегодня достаточно этой информации всем удачи всем добра всегда новых встреч всем пока пока пока